Здорово, киноделы! С вами Настя, ведущий дизайнер студии видеопродакшна Хохлов Саботовский. Так уж вышло, что Саботовского сожрали крокодилы в Африке, поэтому этот пуританский канал теперь занят женщиной. Поехали! В этом выпуске более подробная информация о CineMartin Fran 8K. Самый большой в мире высокочувствительный смоз-датчик изображения. Проводной комплект управления для Free Fly Movie. Экшн-камера Nikon K-Mission на официальном сайте помечена как снятая с производства. Поехали! Более подробная информация о CineMartin Fran 8K. Еще в мае в новостных изданиях проскальзывала информация о цифровой кинокамере CineMartin Fran 8K. В то время все были очень скептически настроены, поскольку не было ни одного реального изображения рабочей камеры. Однако похоже, что камера действительно реальна, и появились подробности о ее возможностях. В майских слухах об этой камере говорилось, что 8K-камера будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором 4х3, глобальным затвором и заявленным 15,5 ступенями динамического диапазона. 50-мегапиксельный сенсор 4х3 будет размером 37х24 мм. В то время CineMartin утверждал, что этот сенсор, Vista Vision, станет самым большим в мире сенсором, доступным для покупки. Также говорилось про разрешение до 8K, 8000х6000 пикселей, RO12 бит. Глобальный затвор, датчик 4х3, 37х27 мм, с поддержкой соотношения сторон Vista Vision, 1х47. Настраиваемое программное обеспечение, включая распознавание лиц. Так что стало известно сейчас и что изменилось? В первую очередь появилась новая информация об упомянутом выше 50-мегапиксельном сенсоре CineMartin. На деле оказалось, что в камере установлен 47,7-мегапиксельный сенсор 7920х6024 пикселей. Также были слухи о том, что сенсор будет 4х3 с размерами 37х24 мм. Теперь выяснилось, что размер сенсора составляет 37х27 мм, но он по-прежнему способен снимать в 4х3 для использования с иноморфотными объективами. Как и говорилось ранее, это SMOS-сенсор с глобальным затвором, имеющий характеристики, схожие с датчиком изображения SMOSYS CMV50000. Я это выговорила! Вот это можно сказать. Камера все так же имеет заявленные 15,5 ступеней динамического диапазона и сможет снимать не сжатый 1 к 1, BIRO до 8К и сжатый DBIRO 2 к 1 до 4К. Максимальная скорость передачи данных, TV, TB, 2500 мегабайтов в секунду с использованием M.2 1 терабайт, 2300 мегабайт циф... У вас не достали эти цифры? Они, короче, вот тут будут написаны, я не буду это читать, потому что я в этом не разбираюсь. Максимальная частота кадров тоже будет написана вот тут, вот прям на ладошках у меня. Следующая новость. Синим Мартин опубликовала несколько карточек? Синим Мартин опубликовала несколько коротких видеороликов, снятых на FRAN 8К. Правда, не совсем понятно, для чего это сделали именно сейчас. Видео выглядит совсем обычным, а местами просто ужасным. Возможно, и стоит немного подождать и выпустить несколько профессиональных роликов. В дополнение к FRAN 8К существует вторая модель, FRAN 8К+. Единственная разница между двумя камерами, у FRAN 8К+, есть какая-то встроенная стабилизация, но нет никакой точной информации о том, как это работает. Версия 8К+, как и обычная версия, имеет открытую архитектуру, поэтому сторонние разработчики смогут разрабатывать плагины для FRAN. Шарко под цветом, да ух, под цветом знаменитости. Самый большой в мире высокочувствительный SMOS датчик изображения. Canon опубликовала статью о том, что, по их мнению, является самым большим в мире сверхчувствительным SMOS датчиком изображения. На изображении он показан в сравнении с Canon EOS Rebel T3i. Хи-хи-хи, тут напишено. Сразу становится понятно, насколько он огромен. Этот огромный датчик изображения был анонсирован еще в 2010 году. Как отмечает Canon EOS, датчик не оказывает реального влияния на современные технологии производства сенсора и не является прорывом. Он просто говорит о возможности Canon изготовить датчик изображения таких огромных размеров. Что ж, стоит просто позавидовать Canon с их амбициями. От Canon Global. Увеличение размеров КМОП-датчиков позволяет преодолеть такие проблемы, как искажения и задержки передачи электрических сигналов, преобразуемых из света. В комментариях напишите, что такое КМОП-датчик. Чтобы решить эти проблемы, Canon не только использовала параллельную схему обработки, но и проявила изобретательность с самим методом передачи. В результате датчик делает возможную съемку видео со скоростью 60 кадров в секунду при освещенности всего 0,3 люкс, примерно такой же уровень яркости, как и при полной луне. Возможное применение этого датчика включает видеозапись небесных предметов в ночном небе, съемка ночных животных и полярного сияния. Просто муа для романтиков. Проводной комплект управления для FreeFly Movie FreeFly выпустила комплект Wired Control Kit для Movie Конец новости Совместимый со всеми предыдущими и текущими моделями, такими как M5, M10, M15, Movie Pro или Movie XL и контроллером Movie Комплект проводного управления обеспечивает стабильное соединение саператора при использовании в среде высокой концентрации радиочастотных помех. Помех! Радиочастотных помех. Комплект продается по цене 379 долларов США и включает в себя два кабеля разной длины и толщины для использования в различных ситуациях. Полный комплект выглядит так. Экшн-камера Nikon K-Mission на официальном сайте помечена как снятая с производства. Компания Nikon на своих веб-сайтах Великобритании и Японии отметила экшн-камеры K-Mission снятыми с производства. На сайте Nikon Japan K-Mission 360 отмечена как старый продукт, но на страницах с моделями K-Mission 80 и 170 нет никаких отметок о снятии с производства. Так тебя устроит? Это монифик. На веб-сайте Nikon USA в настоящее время нет отметок о снятии с производства ни одной из этих моделей. Веб-сайт Nikon UK по-прежнему продает модель K-Mission 360, но отмечает 170 как распроданную, а 80 как снятую с производства. Чтобы разобраться в происходящем, Nikon Rumors обратился к Nikon за официальным ответом. В общем, я дико извиняюсь за все мои ошибки, помарки. Я все-таки дизайнер, а соответственно гуманитарий. И в общем, Влад скоро вернется и снова продолжит радовать вас новыми выпусками. А сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и извините в обенец. И в общем, всех люблю. Пока-пока-пока. Обнимаю. Подпишись на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok